Всем привет, девчонки и мальчишки! Добро пожаловать на канал! Сегодня у нас с вами будет денёчек на 50 рублей. Завтрак, обед и ужин. Я проживу на 50 рублей. Закупку сделаю в магазине Ашан. Ну а что? Кризис у нас начался? Начался! Поэтому нужно быть готовым ко всему, что я, собственно, делаю. И поэтому сегодня я вам покажу, как легко и просто, даже в такое трудное время, как сейчас, можно очень хорошо питаться всего на 50 рублей в день. Погнали в Ашан делать закупку! Грибы сегодня по 150 рублей. Вообще отлично! Вот ещё такие беленькие, хорошенькие. Я возьму пару грибочков себе. Они как раз-таки большие. Два грибочка мне понадобятся. Это нам на обед сегодня будут. Вот такие два. На 10 рублей вытянули грибы. Ну а что? Надо брать. Не бюджетно, но надо. Спагетти сегодня 46,47 рублей. Я возьму спагетти немножко. Зачем? Я говорю немножко, я не знаю, как будто я тут много всегда покупала. В общем, спагетти веточка. На зубок на один. Многовато будет мне. Вот, вот так. Хватит мне. Гречка сегодня по 75 рублей. Это что? Перловка. Так, я возьму пшеничную крупу. Она сегодня 26 рублей. Вот её и будем есть. Вот так. Пшеничка выкинула на 3 рубля. Сейчас спагетти ещё завесим. Так, спагетти на 6. Сколько? 76. 67. Компотная смесь 62 рубля. Так, будем сегодня компотик пить. Сейчас возьму вот там горсточку одну и всё. Вот так. Ну, так, что-то хоть. Блин, тут всё какой-то... В общем, что-то смесь мне это не впечатляет. Так, ладно, я возьму вот эту горсточку, буду дома её мыть. Не, вы это видите? Он меня ждёт. Он лежит и ждёт меня. Но я его не буду сегодня брать. Сегодня без вас, товарища, без вас. Лежите, ждите другого клиента. Лук сегодня 21 руб. Мне нужна будет луковичка одна. Блин, она вообще тут гигантская вся. Она выращивали. Вот такую маленькую. И свёкла 14 рублей. Нужна мне будет свёкла одна. Так, вот такую возьму. Многовато? Многовато. Вот эту поменьше. На 3,22 вышла свеколка. Дальше лук. Лук на руб 18. Смесь компотная вышла на 3,52. Тут почему-то она по 62,90. Или я попутала. В общем, вот так. Смесь компотная, всё верно. Баклажаны замороженные. 121 рубль. Да, необычно. Возьму-ка я ещё баклажанчиков. Немножко. Они там в берегучке. 32-я клавиша. Сейчас здесь, насколько вытянули. Так, на 11 рублей. В принципе, можно. Возьму их. На завтрак будем делать блинчики. Поэтому мне понадобится мука. Мука стоит 30 рублей 50 копеек. Возьму-ка я горсточку муки. Забыла пакет. Сейчас вернусь. Мука вышла на 4 рубля. Тут у нас 132 грамма. Джем тут 3,80 стоит. Вот, я смородину возьму. Мне нравится со смородиной. Вот такой джем. Тут идёт у нас сколько? 20 грамм. Нормально. Беру по 4. Персик. Но его нету. Весь разобрали. Вот смородину я возьму. Сделали закупку. Прибыли из Ашана. Закупка моя вышла на 47 рублей. 67 копеек. 60 копеек. 47 рублей 60 копеек. Вот весь чек перед вашим взором. Можно глянуть одним глазком, не больше. В общем, всё шикарно, хорошо. Никто нигде нас ничего не обманул. Ребят, ну что, начинаем с вами наш сегодняшний днёк завтрака. Блинчики будем делать. Ну и что же мы тут с вами приобрели? Спагетти, пшеничку, муку, джем. Это вот сейчас мы с вами будем делать блины и компотика. Сварим компотная смесь. Свекла, лук, морковь. Значит, баклажан и грибы лежат в холодильнике, дабы не пропасть. Ну и сейчас мы с вами на завтрак приготовим блинчики-блиночки. Блинчики-блиночки. Очень вкусные. Сначала сделаем компот. Значит, что тут у нас за смесь? Не буду так. Сейчас разорву. Между прочим, 63 рубля она стоит. Не бюджетно. Но мне она там особо в магазине не понравилась, потому что... Ну вот, что тут всё слипшееся? Курага вот вся слиплась. Ну ладно, я сейчас его промою. В принципе, нормально будет. Вот тут, конечно же, не очень. Ну а что я хотела за такие деньги? Я вообще понять не могу. Всё шикарно и хорошо. Так что сейчас я это помою. Воды я налила. Тут, кстати, в этой компотной смеси много очень кураги. Даже больше, чем яблок. Теперь я добавлю сюда... Так, значит, знаете сколько? Так, сюда добавлю 4 пакета сахара. Всё-таки пусть жизнь сладкой кажется. И теперь я его поварю до закипения. Берём стаканчик воды. Не забываем принять на грудь с утреца. Так, добавлю пока... Ну где-то чуть больше половины. Потому что муки-то у меня особо не разгуляешься. Добавлю сюда пару пакетов сахара и солички. Высыпаю сюда муку всю и буду замешивать тесто. Ну и теперь жарим блинчики. На сковороду наливаю я. Так, я уже, собственно, 3 пожарила. Вот они мои 3 блинчика уже готовы. Вот. Ну, ещё один и ещё где-то 3. В общем, 6 блинов у меня получится. Так. Компотик сварился. Налью пока компота себе в чашку, чтобы он у меня остывал. Потому что он ещё прям кипяток. Как раз-таки сейчас блины дожарятся и компот подостынет. Ну что, друзья мои, товарищи. За вас, за нас с утреца. Компотик уже подостыл. Хорошенький. Ну, в смысле, тёпленький. Сахара мало. Так же, как и по объему мне его мало. Не знаю, что мне так с утра сушить. У меня одно или у вас тоже так же. В составе тут идёт сахар, песок, вода, яблочное пюре, черно-смородина. У меня главное нравится. Сначала яблочное, потом черно-смородина. Всякие стабилизаторы и загустители. Эх, ребят, блинчики мои. Знаете, сколько получилось? 6 штук. Вообще шикарно. Вот это немножко тут сверху подпёкся. Но ничего, значит, как мы поступаем? Берём блинчик, варенье. Тут, конечно, ему на все блины не хватит. Но я все и 6 не съем. Куда мне столько? Чтобы объездцы потом весь день валяться? Не-е-е-е. Нам же нужен энергичный и продуктивный день. Чтобы животик не болел. Варенье очень сладкое. Вернее, джем, джем, извините. Джем очень сладкий. И за это компенсирует компот. Я не буду больше сахара добавлять. Хватит. Много вредно. В общем, блины тоже очень вкусные. Но без джема они, конечно, были бы не так вкусны. Не зря я его купила. Но с ним просто оттас. Ну что, ребят, остался у меня один блин. Съела. Джема прям в самый раз. Тютелька в тютельку. Чтобы не обожраться. Сладкое тоже, знаете ли. И компотов в самый раз. И чая никакого не надо. Ну что, ребят, теперь делаем с вами наши продуктивные дела. Вы свои, я свои. И дальше приближаемся к нашему не менее чудному обеду. Вернее, к моему. Что будет? То ли пшеничка, то ли спагетти. Еще подумаю. Наверное, пшеничка, спагетти что-то. Не, или спагетти. Ладно. Пора скину-ка я еще своими мыслями. Если, конечно, будет чем раскинуть. Ну что ж, на обед будем готовить с вами пшеничку. Решила я определилась дальше. Баклажаны. Вот, надо было мне их положить с утра размораживаться. Но уже особо некогда. Так, лук, морковь и... Вот со свеклой не знаю, что сделать. Еще не придумала. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Что я буду делать? Сначала я почищу морковь, лук. И свеклу тоже почищу. И так обжарю. Потом, наверное, баклажаны добавлю. И это тоже, да. Так и сделаем. Так и поступим. Так, морковь натру на терке для моркови по-корейски. Вот так, чтобы стружка у меня была. Нет, да в салат я ее не буду использовать. Все, сделаю зажирку. Это я на ужин оставлю. А зачем она к грибам? К грибам не нужна. Мне лук нужен. А морковь всю и тут использую тогда. Что-то моркови тогда дофига получилось. Морковь положила на сковородку. Дальше я возьму половинку луковицы. Это я ставлю на грибы. И тут тоже немножко порежу ее кубиком. Свеклу тоже натру на этой же терке. И я ее сейчас бланширую. Будет у меня вот такой салат. Обжариваю лук с морковкой. Так, свеклу я натерла, но не всю. Это у меня осталось еще. Сейчас я тут приберусь-то. Но сначала выложу сюда баклажанчики. Они у меня уже слиплись. Немножко разморозились. Потом заново заморозились. Чайник у меня закипел. Залив свеклу я вот так кипяточком. Сейчас минутки две постоит она. Ну, чтобы она мягкая была. Упрощенный способ варить ее. Так, теперь берем пшеничку. Насыпаем ее сюда. Мне кажется, это тоже. Так, что-то я ее тут купила. Многовато. Вот, сейчас я ее помою. Насыпаем сковороду. Только добро. Сейчас немножко перемешаю. Баклажанчики разморозились. Обжарились немного. Так, значит. Добавлю соль, перец еще. Перец один пакет. Потому что он острый все-таки, да. Особие. Два. Залью немножко водой. Все. Сейчас это у меня все потушится. Вода впитается. И готово супер-блюдо. А отсюда можно теперь воду слить. Ой. Вот я тут пшеничку помыла. И вся раковина в ней. Так, наверное, возьму-ка я дуршлаг. Так, не солью. Так, маленький дуршлаг. Волочок. И сливаем. Свеколка-то моя потеряла свой первоначальный вид. Хочу в нее добавить немножко... Знаете, что капельку все-таки уксуса я добавлю. Потому что с ним будет повкуснее. Она сейчас вот пока пшеничка у меня готовится. Она сейчас стоит, помаринуется. И также добавлю сюда соль и перец. И все. А, еще капельку масла. И все. И хорош. Вы помните, да? Насчет масла. У меня масла оставалось много с того выживания с прошлого. Но... Вот. Просто капельку добавлю. Но все дело в том, что как-то у меня не было дома масла, заканчивалось. И я его просто использовала. Готовила. И не было. И этот НЗ, так сказать, я его использовала. Поэтому, если что, вдруг я тут использую масло, то это у меня с выживанием оставшееся. Там у меня чуть меньше половины оставалось. Да? Помним? Помним. Все, ребят, смотрите. Вот такой салат я сделала. Сейчас немножко еще промаринуется. Не знаю. Не ела такой ни разу. Сейчас попробую. Ну что, пшеничка готова. Тут получилась целая сковорода. Это, конечно, мне много будет. Я же все-таки леди, а не мужик. О, вообще, шикарно. Наложу сейчас себе вот, наверное, сколько. Сейчас глянем. На два раза можно было даже вот на ужин. Если постараться, можно и на три разделить. В общем, нормально вышла у меня еды. Вот так. Потому что еще салат. И сейчас еще компотик сделаем. Сейчас возьму крошку. Так. И нальем компота. Ну-ка. Компотик настоявшийся. Шикарный обед. Так. Ну все, ребята. Можно теперь и пообедать. Хотела сказать, поужинать. Сейчас просто вспомнила про ужин. То, что светло. Думаю, многие, когда я ужинаю. Сейчас последний раз, когда снимала, тоже такой ролик пишет. Светло, а ты ужинаешь. Так у нас темнеет в 8 вечера. Мне что, надо ужинать, когда стемнеет? Так что не пишите этот бред, пожалуйста. Темнеет сейчас в 8 вечера. Ну, в пол восьмого, в 8 уже вот темнеет. А ем я обычно ужинаю в 6. Ну, до 7 часов. До 7. Потому что после 7 для меня уже этот ужин неприемлем. Вот. Это я могу только там, если уж сильно есть захочется, то съесть там кефир, либо фрукт какой-нибудь. Все. Ну и то кефира выпить. А так нет. Не ем ничего до утра. Обычно так делаю. Вот, ребятушки, что у нас тут получилось? Давайте сначала горло-то смажем. Опять, друзья мои, за вас, за нас. Чтобы нас никакой вирус не взял с вами. Ох, компот. Как спиртное, как коньячок, там, как миски. Чем дольше стоит, тем вкуснее. Тем насыщенный вкус и букет вкусовых качеств раскрывается. Ладно, давайте попробуем, что у нас тут за пшеничка. Она просто еще горячая. Ну, уже обедать хочется-то мне. Ну, с баклажанами она не очень сочетается. Скажу вам по-честноку. Сама по себе она вкусненькая получилась, но с баклажанами не. Их надо либо отдельно жарить. Либо как? Ну, так не очень. Либо это баклажаны не такие вкусные. В общем, что-то здесь не так. Где-то тут подвох. Попробуем салат. Ммм. Сон хороший. Остренький, заперся с кислинкой. Хороший. В общем, ребят, обед шикарный у меня сегодня. Все, ребят, тарелки я вычистила. Прекрас наш. Во рту горит. И никакой чай нам не нужен. У нас есть прекрасный компот. Сколько он там? Три рубля вышел, да, по-моему, на пять? В общем, копейки. Скажу я вам, опеи целый день. Там даже еще чашечка на завтрашнее утро мне останется. Ну, не красота ли это? Еще можно сухофрукты покидать в какую-нибудь кашу, и будет вам вообще чудесный завтрак. Или вот, вместо фруктов, сухофруктиков этих поесть и тоже чудесно. Шикарный мой обед подошел к концу. Классно. Ну, баклажаны, да, тут не очень были. Но все равно я поела. А куда деваться-то с подводного корабля? И некуда. Ладно, ребятки, увидимся. Теперь с вами за ужином будем делать спагетти. Паста с грибами. Какое спагетти? Паста. Ну что, ребятки, настало время ужина. Давайте с вами готовить. Будем в спагетти. Я уже поставила воду, чтобы она кипятилась. Взяла два гастродальные свои грибочка. Ох они! Вот они, шампиньончики эти. Тут нужно почистить шкурку, потому что оно уже вообще что-то... Очень хороший. Так, и что мне еще потребуется? И лук. Все, собственно, вот такой набор продуктов. Салат из свекол делать не буду, не хочу никакой салат делать. Хотя можно. Сейчас я почищу грибы. Грибы, как много сказано. Два грибочка. Все вот так сейчас шкурку с них сниму. Ну, потому что она совсем страшная, да? Вообще-то и не очень-то ее есть будет. В больших грибах всегда так шкурку снимаю, потому что она вообще не очень. Не ахти. Так, и другое тоже. Теперь нарежу грибочки мелким кубиком, чтобы больше казалось. Вот так. Они совсем, конечно, мелко, то они сейчас еще утушатся. И есть нечего будет. А то хоть можно будет что-нибудь и в рот закинуть, и почувствовать. Все, вот так. И сразу же еще вместе сейчас обжарю и лук, и грибы. Немножко налила я маслица. Все, забрасываю сюда. Вот спагетти я себе купила прям точь-в-точь. То есть ни больше, ни меньше. Достаточно будет. Так, приготовила я еще соль, перец. Это я сейчас добавлю в сковородку. О, тут прям не многовато будет. Ну ладно, сейчас сколько съем, сколько съем. И сразу сюда я выложу грибочки, лучок, все дела. Нет, они у меня не сгорели. Это просто у них такие ножки были черные. Ну, вы видели, помните, да? Вот такая у меня получилась паста сегодня замечательная. А на десерт я себе вот что сделала. Выловила все-таки эти овощи и поем их. Ну, друзья, третий раз за вас сегодня. Сколько же можно? Прям не знаю. Так, ну что тут с макарошками? Нужно их быстрее есть, иначе они слипнутся. Потому что масло у меня тут и так тютелька в тютельку было. Я думаю, эти макароны хорошие. Состав, конечно, не видела, но вроде вот все отлично. Макароны хорошие, вкусные. Не слипаются. Зачетные макарохи. Грибочка, правда, мало. Ну, ладно. Если растянуть удовольствие, то нормально будет. Так, ну что, друзья мои? Вы мне говорите, чтобы я доедала до конца и ничего не вырезала. Ну, что ж. Чего вырезать? Потому что ролики-то будут очень долгие. Это будет 40-30 минут ролик тогда эти. Кто его смотреть будет? Да никто. Поэтому и приходится вырезать и обрезать все. А если все оставлять, то это очень долго будет. В общем, неудачно. Я тут чего в макаронах-то ковыряюсь? Хочу просто с грибами их побольше зацепить. Но так особо у меня не выходит. Вот в чем дело. Потому что макарон-то у меня много. Я все не съем. Это для меня много. Хочется побыстрее. Хочется побольше с грибочками просто ухватить. В общем, насчет того, что у меня тут макарон, уже я пошутила. Осталось тут только немного лука. Я вам хочу сказать, я бы еще что-нибудь съела. Да не, я шучу. Они просто еще не улеглись. Вот сейчас компотиком запью, и нормально будет. Не стала я делать секольный салат, но его не хочу. Вот. Ну, давайте попробуем, что у нас тут за сухофрукты. Я надеюсь, они внутри не червивые. Так сказать, десерт. Да не. Классные, вкусные. Вообще отличные. Абрикоски. Хорошие яблочки. Еще попробуем и яблоки. Яблоки супер. Ну, абрикосы слаще. Грыжалка чернослива тут нет. А у меня вот есть маленький. Угу. Маленький был, но одна шкурка. Ладно, ребят. Сейчас еще один, и все, и хватит. Все-таки вечером мне тоже их не хочется есть. А то и так компот с сахаром. Еще и спагетти. Ну что, мои друзья хорошие, шикарные. Сегодня мой денек прошел прекрасно. Я очень сегодня сытая и довольная. Надеюсь, вам мой день сегодня понравился. Что считаете, отлично я сегодня прожила или нет. Пишите то, что думаете в комментариях. Я сегодня с вами буду прощаться. Выживание будет у нас с вами со следующей недели. На днях я сделаю закупку и начну его снимать. Просто у меня несколько роликов наперед снято. Поэтому выживание будет со следующей недели. С понедельника, со вторника уже точно начнем. Так что ждите и не пропустите. Ну а у меня сегодня все. Мойте руки и до встречи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...